Добрый день! Здравствуйте! На две минутки задержалась с подключением. У меня тут были вопросики. Я вас всех приветствую в нашем прямом эфире. У нас сегодня в Ростове прекрасный солнечный день. Если кому надо, мы готовы поделиться. Судя по картинке на моем столе, я думаю, что все поймут, что обсуждать мы сегодня с вами будем много. Сегодня у нас эфир посвящен обзору гель-лаковой системы. Система эта называется SOC OFF. Это растворимая система. Продуктов в нашей линейке достаточно много. Они разнообразны от простых прозрачных скульптурных баз, камуфлирующих, с элементами дизайна. И зачастую у мастеров возникает много вопросов для чего, зачем, почему, когда мы какую базу используем, какие-то особенности в работе. Поэтому я буду рассказывать поэтапно, постараюсь немножечко разложить по полочкам, разделить, скажем так, на блоки. И по каждому блоку мы с вами пообщаемся. И все вопросы, которые у вас будут возникать, я, конечно же, постараюсь максимально на них ответить. Так, ну, приветствую еще раз всех, кто присоединяется. Здравствуйте всем! И мы с вами начинаем. Первое, о чем я хотела бы поговорить, это классическая линейка, то есть это такая классика, это основа, это прозрачные скульптурные растворимые базы. Ну вот давайте разделим вот так. Вот так растворимая, вот так нерастворимая. Чем они друг от друга отличаются? Прежде всего это Base Gel, это Sculpt Medium Base Gel и Sculpt Maxi Base Gel. Это три основные базы, три основные продукта для выравнивания и укрепления натуральных ногтей. Гель-лаковая система, это прозрачные базы, растворимые. Работать мы можем ими как в формате коррекции, так и в формате полного снятия при помощи размачивания. Так как продукт растворимый, мы совершенно спокойно можем размачивать. Когда мы говорим о том, что базы различаются... и капельку выставляем. База растечется со временем, она будет идеально ровная, выровняется, но высота вот этой капельки, она будет низкая, то есть она будет тоненькая, и ее можно наносить на ногтевую пластину с учетом того, что это будет очень тонкий слой. Но выравнивать и моделировать мы точно так же этой базой можем. Следующий вариант это база медиум. База медиум считается базой средней вязкости, она более густая в сравнении с бейс-гелем. И соответственно при нанесении точечки, вот точечку я капельку поставлю, да, она тоже растечется через определенное количество времени, но высота этой капельки будет выше. Соответственно таким тонким слоем как бейс-гель она уже не распределится, и можно даже с одного слоя, видно, сразу вот бейс растеклась тоненькой каплей, медиум уже чуть выше. Далее скульпт макси база. Эта база более высокой вязкости, то есть она более густая. Соответственно высота стояния капли у этой базы она еще больше, она еще гуще. Для чего это сделано? Для чего у нас есть разница в этой густоте? Конечно же прежде всего это для удобства работы мастера. Видно капельки? Ну вот макси я чуть меньше просто сформировала. Давайте добавлю еще, чтобы более наглядно было. Для удобства работы мастера. То есть выровнять только лишь поверхность, то сделать просто ровную поверхность перед цветным покрытием. Видите, вот я прям в торец показываю. Вот у нас бейс, вот у нас медиум и вот у нас макси. Разная высота стояния капли, разная густота. По своим свойствам они одинаковые, то есть собственно говоря все эти три продукта абсолютно прозрачные. Они все скульптурные, они все моделирующие, они все для укрепления. Когда у клиента очень хорошая своя ногтевая пластина и нам нужно только выровнять поверхность, мы берем бейс гель и спокойно ей работаем. Когда у клиента ногти плоские, в поперечном изгибе ровные и нам нужно создать архитектуру, наполнить ногтевую пластину, центральный продольный изгиб сформировать. В этом случае мы берем скульпт медиум, потому что она более густая и с одной капли будет проще выровнять моделирование, сделать по поверхности. Далее база макси, она уже предназначена для ногтей более проблемных, для вогнутых, можно сказать трамплинообразных, таких трапециевидных, то есть более глубоко посаженными около ногтевыми пазухами, то есть когда есть моменты, что вы боитесь, что вас затечет, здесь мы можем спокойно брать базу макси, работать ей по поверхности, выравнивать и при этом иметь хорошую скорость в работе и хороший качественный результат. Эта база не будет затекать. Вот такая разница у нас в трех этих продуктах. Из этого всего я оставляю бейс гель и в связи с тем, что она самая жидкая, ложится самым тонким слоем, эта база дает стопроцентную адгезию и является основой под все остальные камуфлирующие базы. То есть когда у клиента ногти более ослабленные, высота все равно, вот прям четко в торец высота читается. Вот такой вариант. Если у вас вопросы есть, вы можете их, в принципе, сформировать в конце эфира мы с вами пообщаемся, я дополнительно на них поотвечаю. Далее, следующий продукт, который мы также относим к линейке прозрачных скульптурных баз, это база ХАРД. Что это такое? База ХАРД это фактически твердая, гелевая система. Эта база не растворяется. Я специально ее положила изначально именно таким образом, чтобы у вас было четкое понимание, и тюбик другой специально взяла для того, чтобы вы поняли, что вот эта база, которую мы растворим, а эта база, это маркетинг, это для клиентов, которые говорят ой, я не хочу наращивать, это портит ногти, я не хочу твердый гель, чтобы вы мне что-то пилили. Мы говорим, ой, у меня есть супер крутая, вообще офигенная, очень жесткая база гель-лаковая, и работаем фактически из флакона гель-лакового, но твердым материалом, нерастворимым. То есть вы, как мастера, должны эту разницу понимать, что это маркетинг, это только лишь для клиентов, чтобы была возможность у мастера, ну, скажем так, по показаниям выполнить своему клиенту процедуру маникюра тем материалом, который считает нужным мастер, но и при этом согласиться с клиентом, сказать, да, конечно, хорошо, я тебе не буду делать наращивание, я просто сделаю тебя очень твердым гель-лаком. Вот это разница в продуктах. Дальше мы с вами подходим, следующий блок, о котором я хотела бы сказать, это базы камуфлирующие. Базы камуфлирующие, базы скульптурные, они все предназначены для выравнивания, для укрепления ногтевой пластины, различаются они по цвету. Мы по цветотипу можем каждому клиенту индивидуально подобрать, по запросу клиента мы можем оставить базу в качестве самостоятельного покрытия, можем использовать вот френч, например, да, уже как подложку под дизайны, чем они друг от друга отличаются. Сегодня я хотела бы сделать акцент и показать вам базу номер два. У нас поступил такой запрос в предыдущих эфирах о том, что на сайте не очень понятны цвета, когда ты смотришь на картинки и начинаешь выбирать не очень понятно. Здесь у меня достаточно большое количество. С базой вот именно эти продукты мы сегодня с вами обсудим. У меня есть выкрасочка, но, конечно, на типсе я сейчас покажу. В чем разница баз камуфлирующих? Они все имеют в своем составе цветной пигмент, отличающийся по оттенку. По густоте базы тоже могут немножечко варьировать. Я не могу сказать, что они все одинаковые, но будем ориентироваться, скажем, на среднюю вязкость и привязываться к базе медиум, то есть примерно как база медиум. Плюс-минус в зависимости от химического состава пигмента, потому что он разный, и сделать продукт вот прям идеально одинаковой вязкости невозможно. В чем разница? Вот если мы возьмем вторую, четвертую, пятую, шестую и седьмую базы, мы увидим, что они не плотно пигментированы. Я сейчас возьму ложку и покажу. Я очень люблю четвертую базу. Она прям такая ходовая, она очень многим клиентам подходит по цвету рук. Очень удобно ей работать. То есть такой получается натуральный, но слегка полупрозрачный эффект. То есть в этих базах какой нюанс? Через них я специально взяла, девочки, типсы, не типсы, вот такие розовые, да, на которых мы работаем, дизайн выполняем, а именно прозрачные ложки, чтобы было понятно, что база скульптурная полупрозрачная. Видите, я нанесла, и через такую базу будет слегка просвечиваться линия гипонихия. Конечно, все зависит от толщины укрепления, но если мы говорим о полноценном укреплении в таком здоровом смысле, видите, как идеально разравнивается просто, без каких-либо лишних движений. Я коснулась кисточкой, выложила, протянула с одной стороны, наполнила, протянула с другой, перевернула, сцентровала, как обычно мы делаем это на клиентах, и я сушу. Вот полупрозрачность такую имеет база номер 4, такую же полупрозрачность пигмента имеет база номер 2, такой очень нежный у нее красивый цвет, и она тоже полупрозрачная. Можно оставлять в качестве самостоятельного покрытия работать этими базами, то есть вы просто сделали укрепление и все. Но вы должны понимать разницу, что если вы работаете базами полупрозрачными, то, например, для французского покрытия уже такой вариант может не подойти. Если у клиента есть своя длина ногтевой пластины, то через полупрозрачные базы может светиться линия гипонихия, и будет это не очень эстетично выглядеть. Кстати, база номер 5, она тоже пользуется очень большой популярностью. Видите, я выкраску сделала, это база 4. Просто вообще идеальное самовыравнивание, абсолютно гладкое, абсолютно ровное, очень удобное и легкое в работе. Также сейчас для сравнения нанесу вам пятерочку, пятая база, она тоже полупрозрачная. Если в качестве самостоятельного покрытия, то это для клиентов, которые любят такой, скажем, а-ля натюрель, такой вариант, сейчас волосок попался у меня, натуральный вариант, когда ногти имеют слегка такой, слегка оттенок легкий, розовый, персиковый, нюдовый. Но под французское покрытие такие варианты, вот самостоятельное французское покрытие, конечно, такие варианты уже не подойдут. Это нужно понимать и в работе это нужно учитывать. Пятерка очень красивая, очень ходовая. Вот пятерка, шестерка тоже являются одними из ходовых баз. Смотрите, какая гладкая, какая ровная поверхность. Очень люблю, прям обожаю эти базы. И семерка также будет полупрозрачная. При укреплении слегка будет подсвечиваться линия гиппонихия. Это нужно понимать. Далее, следующий момент. По скульптурным базам отдельно я вывожу в отдельный ряд базы десятую, одиннадцатую и тринадцатую. В чем особенности этих баз? Когда мастер, так я выкрасила, смотрите, четверочку и пятерочку. Когда мастер, видите, какие ровные, классные. Хочет выполнить укрепление ногтевой пластины натуральной. И сразу без этапа цветного покрытия выполнить покрытие французское. Сделать френч, нарисовать френч своему клиенту. Идеально подойдет база номер десять. Потому что она плотно пигментированная. То есть это фактический цвет. И не требует дополнительного цветного покрытия. Я набрала, ну видите, сразу большую каплю. Я сейчас даже сниму, видите, тонко снимаю, протягиваю по прозрачной типсе. Именно для этого я взяла прозрачную типсу, чтобы вы увидели разницу. Ложечка прозрачная у меня. Видите, она плотно пигментированная. При укреплении такой базой мы можем пропустить этап цветного покрытия. И сразу клиенту выполнить французское покрытие, выполнить френч, нарисовать. Есть такая идеальная подложка. Очень классная консистенция у нее. Она также просто идеально самовыравнивается. Только нужно направить в нужном направлении. Подтянули. Разровняли. Перевернули. Сцентровали. Если, например, сравнивать десятую базу и четверку и шестерку, то десятая база будет по вязкости чуть погуще. Это не сильно заметно. Но в работе для чувствительных мастеров, которые чувствуют разницу, еще раз ставлю акцент на том, какая она офигенно красивая. И как классно они выравниваются, сцентровываются. То есть никаких лишних движений делать не нужно. Так, возвращаюсь к своему фокусу. Посушу пока, чтобы зафиксировать. База десятая плотно пигментированная. База номер одиннадцать также плотно пигментированная. У нее вот, кстати, одиннадцатую я все-таки больше люблю. Десятая красивая. Но у нее такой вот мимимишный, такой розовый красивый цвет. А все-таки одиннадцатая, она такой более натуральный имеет оттенок. Большому количеству клиентов подойдет. Эта база тоже плотно пигментирована. И также может использоваться для покрытия, для выполнения французского покрытия в качестве подложки и исключения этапа покрытия цветного. Сейчас я протяну, выполню укрепление на ложечке, чтобы нам свежий вариант мы могли с вами посмотреть. По вязкости она как медиум. Все-таки вязкость, если разбирать, то десятая, на мой взгляд, вот лично на мои ощущения, она чуть-чуть будет погуще. Цвета, конечно, потрясающие, просто натуральные. Но вот одиннадцатую лично я люблю больше. Разница, да, десятая. И сейчас я посвящу, покажу разницу с одиннадцатой. То есть вторая, четвертая, пятая, шестая и седьмая это скульптурные базы с легким полупрозрачным эффектом. Базы номер десять и номер одиннадцать, и также сейчас мы к тринадцатой дойдем. Они имеют плотную, камуфлирующий, плотный эффект. У них плотный пигмент в составе, который не просвечивает линию гипонихия. В связи с чем, обращаю ваше внимание, что под вот такие очень плотно пигментированные скульптурные базы в качестве базового покрытия обязательно нужно использовать бейс-гель для стопроцентной адгезии, для хорошего прикрепления, для того, чтобы обеспечить качественный маникюр своим клиентам. То есть под плотный камуфляж в обязательном порядке используем базу. И также я сейчас еще на тринадцатую обращу свое внимание. Потрясающе красивая плотно пигментированная база. Я не буду выкрашивать сейчас на ложку, чтобы мы успели с вами все остальное обсудить. Она с легким шиммером, вообще любовь любовная моя, безумно красивая. Потрясающе смотрится и в качестве самостоятельного покрытия, и под френч. Очень удобная в работе, хорошая вязкость, идеально самовыравнивается. В общем, совершенно откровенно ее хвалю, потому что очень она мне нравится в работе. Сейчас мы с вами обсудили блок именно скульптурных камуфлирующих баз. Вот такой вариант. Я сейчас показываю то, что есть у нас в наличии. Вот она такая выкраска под разные цвета, под разные цветотипы, под разную кожу. Но скульптурные базы все идеально самовыравниваются, и продукт такой очень удобный в работе. Следующий блок. Опять-таки, вопросики, если у вас сформируются, я обязательно в конце эфира на все отвечу. Так, убираем скульптурные базы и далее подходим уже к базам. Я, наверное, буду по этапу, по выпуску идти. Следующий продукт, который у нас появился, это были твини-базы. Придуманы они были для чего? Для быстрого маникюра, для того, чтобы исключить этап цветного покрытия. И эти базы сразу в своем составе имеют такой эффект, скажем, декоративный. Более мелкие и более крупные элементы шиммера представлены внутри. Они очень классно. Мы их использовали просто огромными количествами в качестве подложки под дизайн. Катя очень много делала с ними дизайнов, очень много работала. Сейчас этот продукт у нас доступен в двух вариантах цветовых. Это номер один и номер два. Покажу тоже сейчас на ложечках. Твини-база тоже является гель-лаковой системой. Она также является растворимой. Так, сейчас отвечу. Очень хороший вопрос по поводу базы, камуфлирующие, скульптурные, жесткие или эластичные. Дают ли усадку и для какой длины подходят? Юля, зафиксируй вопрос этот, очень хороший, я сейчас на него отвечу. Про Твини-базы рассказываю. База скульптурная. База, ну я запомнила, имеет в своем составе декоративные элементы. Более крупные и более мелкие. Сейчас она у нас существует в двух вариантах, доступна в двух вариантах цветовых. Это номер один и номер два. Ну вот, в такой вариант зимних, скажем так, дизайнов. Очень актуален сейчас в качестве подложки под зимние дизайны. Хорошие цвета, голубой, голубой и такой с легким зеленым оттенком. Под снежинки, под прорисовки. Тоже такой очень-очень классный вариант подложки. По своим свойствам они точно такие же, как базы камуфлирующие. То есть, также они растворяются, разницы в работе с ними нет. Подложку делаем обязательно из... Обязательно делаем подложку из бейсгель. Отвечаю на очень классный вопрос, который мне задали по поводу жесткости. Смотрите, гель-лаковая система это система растворимая. Особенность гель-лаковой системы заключается в том, что она гибкая. Соответственно, у нее хорошие амортизирующие свойства. И при, скажем так, механической нагрузке на ногтевую пластину, особенность гель-лака в том, что он всегда гнется с натуральным ногтем. То есть, намочили ручки, там помыла посуду, ногти напитали с влагой. И, соответственно, стали более мягкими, начали гнуться. Гель-лаковая система будет гнуться вместе с натуральным ногтем. Соответственно, да, они гибкие, да, они эластичные. По поводу жесткости. Я могу сказать, что все-таки гель-лак это система прочная, но, конечно же, не жесткая. Будет неправда, если я скажу, что она прям жесткая-жесткая. Это касается тех баз, которых мы с вами обсуждали. Гнется с натуральным ногтем, амортизирует. Именно поэтому мы при гель-лаковом укреплении мы не рекомендуем оставлять форму свободного края, например, четкий острый квадрат с острыми углами, потому что при механической нагрузке в первую очередь нагрузка идет на углы. Ноготок гнется. Он изгибается вместе с амортизирующей базой. И при регулярной нагрузке, конечно, вот эти углы, они потихонечку начнут скалываться в процессе эксплуатации. Поэтому под более мягкую гель-лаковую систему мы рекомендуем делать, например, сквоовал, мягкий квадрат, не моделировать большую длину и так далее. Если вы хотите поработать именно жесткой гель-лаковой базой, то это будет хард. Но имейте в виду то, что она нерастворимая. Далее, если говорить о жесткости, то можно переходить к следующему этапу. К жестким гель-лаковым системам относятся базы файбер. Файбербаза – это база жесткая. Если ее сравнивать, например, с обычной, с обычной соков системой, то есть с обычной базой, ну, например, возьмем одиннадцатую, да, они и те, и те растворяются, но вопрос усадки, конечно, присутствует. Если мы делаем укрепление клиенту на хорошую длину, там на две с половиной, на три единицы своего натурального ногтя скульптурной камуфлирующей базой, то со временем, например, через три недели, через три с половиной, четыре недели, когда клиент приходит на коррекцию, мы можем наблюдать, что в продольном изгибе, если вот так развернем ручку вдоль, да, в продольном изгибе мы всегда будем наблюдать усадку. Она присутствует, это не та усадка, когда вы посушили в лампе, достали и увидели, что криво. Нет, это та усадка, которая будет происходить на этапе отрастания ногтевой пластины, то есть ноготь отрастает, точка апекса, стрессовая зона, толщина, она у нас начинает смещаться, и из-за этого происходит усадка. Особенность файбербазы заключается в том, что она усадки не дает. Вот это продукт, который говорит, то есть вот это, это про жесткость. За счет того, что в составе этой базы присутствует синтетическое волокно файбера, за счет этого образуется при полимеризации жесткий каркас внутри, эта база не дает усадки. За счет этого продукт предназначен и для удлинения свободного края, и укрепления. То есть вы этой базой можете как удлинять, так и выстраивать скульптуру полностью, всю архитектуру. Сейчас файбербазы показываю две, это номер восемь и номер девять. В нашей линейке есть еще другие цвета, есть прозрачный файбер, есть молочный, натурально розовый, очень красивый оттенок, файбер даймонд, она такая белая с шиммером. И также номера, которые вышли, ну вот самыми последними, это восемь и номер восемь и номер девять, натуральные такие оттенки, тоже одна чистый цвет, другая с шиммером. По файбербазам, так, сколько они сейчас, и сколько миллилитров. По файберам, смотрите, я сразу говорю о том, что ждала ваших вопросов, сейчас все понимают, в каких реалиях мы сегодня живем, и соответственно некоторые сложности, они возникают абсолютно у всех, касаются эти сложности логистики. Этот продукт у нас в линейке будет, где-то он у нас будет всегда, он у нас не на выводе, мы не будем его выводить, потому что продукт действительно очень классный, полюбился очень широкому, скажем так, широкому диапазону и клиентов, и мастеров, но сейчас вот решаются вопросы с логистикой только по наличию проблем, и все остальное, я думаю, что мы переживаем, обязательно продукт этот будет доступен, но сейчас есть там вопрос по объемам. из того, что сейчас, смотрите, вот восьмерка и девятка, они сейчас в наличии, есть в 15 миллилитровом объеме, 1190 они стоят, база номер восемь и база номер девять. Я нанесу их на ложки, сделаю это для того, чтобы показать, что база ложится идеально ровно, идеально самовыравнивается, и при этом волокна файбера частичка, частички, извините, не торчат. Под файбер на таких, ну более или менее нормальных ногтях я иногда оставлю, вообще подложку не делаю, иногда делаю подложку. Для перестраховки делайте подложку из бейсгель. Кстати, мое наблюдение такое, что в свое время, когда файбер появилась, я некоторых клиентов, которые у меня были на чистой классике, то есть это была коррекция с запечаткой, и имелись проблемы с систематическими отслойками, ну не всем нам подходят одни и те же материалы, и я таких клиентов перевела на файбербазу с запечаткой, я вообще ее ставила на супербонд, и все шикарно носилось. Посмотрите, специально вот взяла, выравниваю, протягиваю кисточкой, нет ни одной ворсинки, нет ни одного волокна, который бы мне мешал в работе, который бы торчал. Переверну с центрую, и сейчас приближу, сделаю чуть-чуть фокус именно на поверхность. Сейчас, посмотрите. Переворачиваю с центрую, просто идеальный блик, нет никаких торчащих элементов, никаких волокон, вообще бомбический продукт, такой жесткий, жесткий вариант укрепления, и даже в формате коррекции, коррекции с запечаткой можно использовать, стоит просто железобетонно. Это база Fiber, да, цвета очень красивые, я с вами согласна. Вот эта девятка Pink Diamond, это вообще просто какой-то взрыв мозга, она с легким шиммером, очень красивый цвет, серебристый, он, знаете, там не блестки насыпаны, а вот такой легкий-легкий, невесомый шиммер, вообще очень красивая. Также на коррекцию с запечаткой, девочки, если работаете именно в формате коррекции с запечаткой, то я рекомендую запечатку делать софт pink желе, софт pink желе, потому что он розовый, у него высокая вязкость, гель достаточно густой, не желтит по торцу, допустим, если мы будем брать натурал композит, то для этих целей, для запечатки на базе камуфлирующей не очень будет подходить. А вот софт pink желе прям идеально заходит, поэтому прям рекомендую. Посмотрите, видите, идеально легла, выровнялась, просто супер. И вот такой легкий, имеет легкий шиммер, показываю в изгибе, опять-таки, да, идеально ровную, она на первый взгляд кажется, что она густая, но когда ты начинаешь ей работать, просто влюбляешься, сразу понимаешь, что это кайф. Также подсушиваю, чтобы сохранить эти ложечки. Идем дальше. По файбербазам ответила. Мы поговорили. Жесткие скульптурные растворимые базы, не дающие усадку, позволяющие работать как с удлинением, именно этим продуктом, прямо с флакона, кисточкой на форме, удлинили свободный край, и им же выстроили архитектуру. Вот такой вариант. Также гель-лаковая, также растворимая система. Так. Далее мы с вами подходим к линейке, которая называется Ace Base. Ace Base – это также гель-лаковая система. Эти базы также растворяются ацетоносодержащей жидкостью. Эти базы абсолютно целиком и полностью заменяют нам цветное покрытие. То есть мы, работая с этим продуктом, просто исключаем себе этап цветного покрытия и, соответственно, экономим массу времени. Также показываю цвета, которые доступны с первого по шестой, и неоновые оттенки также есть. В чем особенность Ace Base, чем она отличается? Она отличается по жесткости. База гибкая, но если сравнивать, например, ее просто с обычной шестой базой, то, конечно, шестерка будет более гибкая. Она будет сильнее гнуться, более эластичная. Ace Base в этом плане пожестче. Ace Base можно также делать самостоятельное удлинение и также выстраивать скульптуру этой же базы. Если вы попробуете ее попилить, в апиле она будет вести себя точно так же, как жесткая гелевая система. Когда появился этот продукт, было такое впечатление и у мастеров, у многих, что он жидковат. Жидковат, немножечко по-другому с ним нужно работать. Каким образом? Это цвет. Когда мы работаем цветом, как правило, мы работаем в два слоя. То есть цвет мы покрываем в два слоя. Вот с Ace Base я также вам рекомендую работать в два слоя. Например, мы берем, вот я цвет номер два взяла. Я его взяла, сделала отступ, как я покрываю цветным покрытием. Отступ под кутикулой, чтобы мне вторым слоем перешагнуть, да, и получить, сейчас девочки, извиняюсь, волосок, ту самую плавность наполнения в зоне кутикулы при отрастании. Соответственно, я протянула тоненьким слоем. Здесь я могу немножечко наполнить толщину по боковым линиям. И обязательно, обязательно этот слой я должна просушить. То есть вот с Ace Base все-таки комфортнее работать в два слоя. По аналогии с цветным покрытием. База растворимая, но по скорости растворения, конечно, она за счет того, что у нее очень плотный цветной пигмент в ее составе, она не так быстро будет растворяться, как просто, например, обычная скульптура. Поэтому тоже это учитывайте. Очень удобно работать в формате коррекции таким продуктом. Так, второй слой. Смотрите, беру, наношу. То есть кажется, что вот, ну, как будто жидковато, но на самом деле в работе, видите, даже большую каплю. А вторым слоем мы, например, берем, переходим, можно взять линейную кисточку, обязательно даже нужно взять, подвести под кутикулу, уже поставить капельку в центре, выполнить выравнивание. Она также идеально самомоделируется. Единственное, что за счет того, что вязкость у нее пониже, то есть она более жиденькая, ей нужно работать немножечко быстрее. Выровняли капельку, поставили. Чем более жидкий у вас материал, тем быстрее он самовыравнивается. Поэтому капельку поставили, видите, выровняли, перевернули, сцентровали, посушили, все, и все у нас готово. Что-что? Хорошо. Это что касается из бейс. Цвета просто показываю. Раскручиваю флаконы, выкраску. Не буду делать. Натуральный такой беш. Очень красивый цвет. Мне он очень сильно напоминает у нас в коллекции, ну он и сейчас есть, да, в базовой коллекции, капучино. Очень был популярным цветом у нас и на курсах у моделей, и на курсах у моделей, и у клиентов пользуется он популярностью классным. И пока вот имеем то, что имеем. Также работаем в этом направлении и с логистикой. Мне, конечно же, хотелось бы, чтобы были еще дополнительные цвета, потому что продукт супер классный. Мой фаворит, это номер шесть, это белый. В чем, на мой взгляд, его преимущество? В том, что база эта не желтит. И когда мы делаем дизайны, это просто самый идеальный вариант подложки. Когда белый цвет нам нужен, например, для nail dress, для какого-то выполнения дизайна цветного, когда нужен белый фон. Это просто супер огонь. Сразу видно, я открываю флакон. Во флаконе у меня его достаточно мало, потому что реально пользовались им большое количество раз. Я могу сказать, что именно этой базой, вот именно шестеркой, я лично наращивала арочный квадрат. Арочный квадрат. Мы делали съемку. Нам для съемки нужна была основа. Хорошая белая основа. Квадратные арочные ногти. И, соответственно, времени было не очень много. Я вот взяла эсбейс, сделала им наращивание полноценное. Прямо удлинение на форме и полноценную скульптуру попилила. То есть вот фактически классическое наращивание сделала. Причем еще и арочное. И у меня такой задел был. Я думаю, блин, ну мне же белый фон нужен. Сейчас сделаю. Все равно это модель. Я там есть пилен. Она носить не будет. У меня девочка проходила с этими ногтями четыре недели. Вот реально четыре недели. То есть база очень классная, очень жесткая. И идеальный белый цвет белой подложки. Короче, шестой номер. Это просто мой фаворит и моя любовь. Классный продукт. Выравнивается. Просто супер. Ой, с днем учителя поздравляют. Наташа, спасибо большое. Очень мне приятно. Да, можно, наверное, и меня к этому числу отнести. Спасибо. Дальше по эсбейсу есть еще два цвета. Седьмой и восьмой. Они у меня неоновые. Супер бомбические цвета. И несмотря на неумолимо наступающую осень и зиму, которую она ждет, они не выйдут. Абсолютно не выйдут из моды. Такой достаточно актуальный тренд. В этом сезоне будут неоны и осенью и зимой. Поэтому прям рекомендую. Рекомендую вам тоже такой вариант рассмотреть. Еще раз подытоживаю. Я говорю о том, что эсбейс – это гель-лаковая система. Гель-лаковая система более жесткая, но, тем не менее, также растворимая. И не случайно пошла именно в таком порядке. Следующий продукт, о котором хотела бы рассказать. Это наш, скажем так, последний блок, о котором мы поговорим. Это базы Криспи. Вот здесь как раз таки очень четко будет видна разница для мастера в работе. Вот эта жесткая, вот эта коррекция. И растворяется это достаточно долго. То есть проще поработать именно с опилом. То, что касается Криспи. За счет того, что в составе у нас декоративные элементы в виде потали. Внутри в этой базе представлены. Она просто офигенно ложится. Она прочная, она хорошо держится. Но при этом она как бы помягче. Она прочная, но она более гибкая. Ложится классно. Хороший вариант, хорошая основа под дизайн. То есть уже есть какая-то подложечка. Сверху минимальный дизайн и бомбически смотрится. Но вот этот продукт я рекомендую все-таки больше растворять. В опиле ей работать сложнее, чем она растворится. То есть здесь быстрее будет растворить, чем пилить. Отключите, пожалуйста, машинку. Попросили жужжить. Да, спасибо большое за ваш комментарий. Потому что мне не слышно, мешает вам или нет. Базы Криспи имеют три варианта оттенка. Это Криспи номер один. В составе есть золотая поталь. Сразу скажу, что материал этот за счет того, что внутри есть декоративные элементы, конечно, будет ложиться таким более толстым слоем. Поэтому первый слой можно... Опять у меня волос попался, простите. Первым слоем каким образом можно поработать. Я разнесла, разложила, подправила кусочки потали. Неизбежно где-то они будут подходить к свободному краю. То есть здесь нужен обязательно контроль мастера. Контроль мастера, как разложить, как уложить. Я при работе с этим продуктом достаточно часто использую линеарную кисточку. Ну, знаете, я просто, наверное, всегда относила себя к перспекционистам. Всегда хочется, чтобы было... Да где моя кисточка? Максимально аккуратно, поэтому я вот занималась вот этими развлечениями. Я беру кисточку и вот эти потальки подтягиваю туда, куда мне нужно. То есть плотность насыщения... В любом случае мы должны понимать, что у нас в составе это не просто блестки, это уже элемент декорации. И, конечно же, элемент декорации требует дополнительного внимания мастера. Да, это факт. Поэтому вот я выгружаю и начинаю выполнять укрепления. Есть ощущение, что за счет присутствия внутри вот этой потали у меня более густой материал, но на самом деле по вязкости тут все ок. Все ок, все нормально, все удобно. Смотрите, видите, она все равно выравнивается. Да, требует чуть-чуть большего внимания. Только и всего. Также можно аккуратненько разнести под кутикулу. Также можно проконтролировать насыщенность самой потали внутри. То есть сделать более насыщенный вариант, сделать мельнее. Базы с поталью спиливаются фейерверком. Да, я сакцентировала, безусловно, на этом ваше внимание. Видите, ровненько, красиво ложится, ровно, хорошо. Проблем в работе нет, просто она другая. Да, продукты разные и одинаковыми они не могут быть ни по свойствам, ни по удобству в работе. Для разных мастеров разные варианты. Вспиливается она фейерверком, потому что в составе ее поталь. Да, это факт. Да, это так и есть. Но зато она просто бомбически растворяется. Она очень быстро растворяется. Это очень удобно. Поэтому при работе с базой Криспи имейте в виду, что очень хорошо и очень быстро можно ее растворить. Второй вариант цветной это номер два. Здесь мы соотносим, скажем так, все плюсы и минусы и непосредственно к каждому клиенту подбираем индивидуально. Зато у нее адгезия ну просто безумная. Она стоит вообще как вылетая и очень хорошо держится на влажных ногтях. Я ее тестировала, тестировала достаточно долго. Вот она даже на тряпочках стоит и не дает ни от слоек, вообще ничего. Поэтому здесь мы, конечно, соотносим различные плюсы и минусы. И индивидуально для каждого клиента мы подбираем продукт. Вот смотрите, мы с вами сейчас уже разговариваем 49 минут. Я, конечно, постаралась максимально объемно охватить вот эти блоки различные по базам. И обращаю внимание на то, что действительно продуктов очень много. Базы разные, назначения у них разные, визуальный эффект у них разный. Они подходят для разных ногтей. Так, сейчас цветные базы гораздо популярнее гелакового покрытия. В этом году. Смотрите, я еще раз отвечаю на ваш вопрос по поводу, будут ли еще другие цвета. Мы непрерывно работаем над новыми продуктами, над новыми линейками, над новыми цветами. И, конечно, очень хочется, чтобы они более активно выходили, быстрее. Но так как прекрасно знаете, да, что и у нас сырье высокого качества, очень много мы с европейскими поставщиками работали, конечно же, сейчас могут возникать некоторые проблемы с логистикой. Мы стараемся оперативно их решать и всегда нацелены на выпуск новых продуктов, на поддержку той линейки, которая у нас уже присутствует. Раскладываю еще раз. Так, ну давайте, можем еще буквально три минутки, если будут у вас какие-то вопросики. Постаралась максимально охватить. Надеюсь, что у меня это получилось именно по гелаковой системе, потому что действительно очень часто мастера путаются. Много продуктов представлено у нас для разных рук, для разных ногтей, для разных клиентов и для разных мастеров. И, конечно же, прежде всего мы ориентируемся на удобство мастера и на качество, которое требуют наши клиенты. Так, ну что, вопросики, вопросиков. Наверное, я в процессе ответила, девочки, по поводу того, где можно купить. Открывайте, пожалуйста, сайт и смотрите. Если вы находитесь по другим городам, регионам и по странам, то у дистрибуторов своих узнавайте, спрашивайте. Пишите на сайт, потому что я, к сожалению, не могу вам корректно ответить на вопросы по наличию абсолютно по всем городам и по всем регионам. У меня этой информации нет, поэтому по наличию заходите на сайт и обращайтесь со своим дистрибутором по регионам. Скажите про подложки. Что сказать про подложки? Подложку под скульптурной базой я рекомендую использовать в качестве подложки использовать бейсгель. Вот про все, о чем мы с вами сегодня поговорили, используем бейсгель. Если вы уверены, что у клиента просто офигеть какие ногти, на нем вообще стоит все, можете не использовать подложку. Я всегда под все базы использую подложку. Жидкую, тонкую, бейсгель. Про тех, кто говорит, что любовь моя 11-13 базы, я с вами соглашусь, они потрясающие. Ставила также на этом акцент, что как раз таки 11-я база и 13-я с шиммером это просто бомба. Так, спасибо за эфир. Девочки, спасибо вам тоже всем за внимание. Если у вас еще остались какие-то вопросы, эфир мы обязательно сохраним. Он у нас сегодня такой получился достаточно долгий. Спасибо, что досмотрели до конца. В комментариях, пожалуйста, пишите, я с удовольствием и с радостью еще отвечу. По цветную базу нужна подложка для 100% адгезии, потому что база, имеющая в своем составе цветной пигмент, 100% адгезии в отличие от прозрачной базы не имеет, поэтому делаем подложку. Всем спасибо, всем хорошего дня и вообще, в принципе, всего хорошего. До свидания.